Добрый день, друзья мои! В эфире программа Старопольский Благовест. В это воскресенье во всех православных храмах мира на Божественной Литургии будет прочитана Евангелие о прощении тысячи талантов и ста динариев. Такая ясная, такая простая история, но я хотел бы обратить ваше внимание на одну или даже две вещи в ней. Из притчи ясно, что если мы не прощаем друг другу то малое, чем мы согрешаем друг перед другом, Бог не может простить нам то великое, чем мы должны Ему. И это верно. Но я хочу вместе с вами задуматься о чем-то другом. Мы должны друг перед другом столь малым. Мы раним друг во друге самолюбие или гордость. Мы разрушаем надежды друг друга. Мы убиваем друг во друге радость. И также очень часто тем, как мы обращаемся друг с другом, мы обращаем, порочим образ Божий в себе и в других людях. И вот, когда речь идет о человеческих взаимоотношениях, о боли, которую мы друг другу причиняем, наш долг может быть прощен, потому что жертва нашего греха, даже если она нас вызвала на грех, или если эта жертва непорочная, получает в тот момент власть простить, подлинно божественную власть упразднить зло, которое мы совершили, и словами Христа, прости и мочи, они не знают, что творят, отпустить обидчика, перечеркнуть зло, выпустить на свободу того, кто связал себя узами ненависти, презрения или множеством других вещей. Но есть в этой притче и другая сторона. В чем же дело? Почему Христос говорит, что мы должны друг другу сто монет, а Богу десять тысяч монет? Так много? Так много мы должны. Значит ли это, что когда мы грешим против Него, грех как бы умножается тем, что Бог велик, и оскорбить Его всегда намного преступнее, чем оскорбить ближнего? Я думаю, такое представление о Боге было бы чудовищным. Я думаю, что это значит, что когда мы поступаем дурно, не слушая призывы Божия, не следуя Его слову и Его примеру, это помрачает Его образ в нас, разрушает ту красоту, которую Он в нас насадил, которую Он начертал в нас, которая Он нас запечатлел, как собственной печатью. И вот это непоправимо. Если только сам Бог не исправит, если только сам Бог не обновит то, что одряхлело, не вернет утраченную нам красоту, в этом смысле мы должны быть очень бережны в наших отношениях с Богом. Проступки друг против друга исправить легко, потому что они малы, они поверхностны. Одного слова прощения достаточно, но то, что мы совершаем над своей душой, над своими силами, над самим собой, когда поступаем против Божьей заповеди, Божьего зова, против надежды, которую Бог на нас возлагает, мы не можем исправить, просто сказав, я поступил плохо, прости меня. Вся жизнь Христа, все Его страдания и смерть на кресте – вот цена, которой восстанавливается то, что мы разрушили и искривили, вместо того, чтобы сделать прямым и прекрасным. Задумаемся над этим, потому что сказать Богу «прости» означает гораздо больше, чем сказать «не вмини нам того зла, которое мы сделали той неправды», которую мы совершили. Это значит «обнови то, что не может быть возрождено человеческими силами». Так что действительно существует несоразмеримость, о которой Христос говорит в этой притче. Между тем, когда мы поступаем неправо на путях Божьих, и когда мы поступаем неправо в наших взаимоотношениях друг с другом. Поэтому давайте все вместе начнем с этих отношений друг ко другу. Станем относиться к каждому человеку, как мы относились бы к святой иконе, поврежденной временем, небрежностью, злобой. Будем относиться друг к другу с благоговением, с лаской. Тогда при нашем обращении к Богу и Он также поступит с нами, потому что мы будем способны принять Его дары милосердия и любви. Да поможет нам Бог вырасти в полноту той красоты, которую Он насадил в нас и которую Он нас призывает. И да будет благословение Господа Иисуса Христа и любовь Божия и причастие Святого Духа с нами вовеки. Каждый год Русская Православная Церковь наставляет своих чад на путь духовного совершенства, выверенной веками системой праздников, постов и всем строем своего богослужения – суточного, еженедельного и годового. Эти три круга богослужения составляют суть церковных праздников и православного календаря. Церковный год начинается не 1 января, а 1 сентября по юрианскому календарю, или 14 сентября по новому стилю. В 1699 году Петр I вёл в Россию европейское летоисчисление и перенёс гражданское новолетие на 1 января. Однако в современном гражданском календаре сентябрьский Новый год сохранился в сфере образования, поскольку в старину учебный год в церковно-приходских школах всегда начинался с церковного новолетия. Эта традиция распространилась на все учебные заведения и сохраняется по сей день. В нашей епархии есть и православные детские сады и школы, как воскресные, так и общеобразовательные. Но всё же крупнейшим образовательным учреждением в епархии является Ставропольская духовная семинария. Здесь готовят будущих пастырей, священнослужителей, которые будут подвизаться на Ниве Христовой. Конец августа для семинарий, как всегда, был ознаменован вступительными экзаменами. Все желающие учиться в духовной школе тщательно готовились к вступительным испытаниям. На них они демонстрировали свои знания закона Божия, православных молитв, умение читать на церковнославянском языке и петь. Ещё одна традиция духовной школы – собеседование с митрополитом Ставропольским и Невномыским Кириллом. Каждый абитуриент лично знакомится с владыкой-ректором. Будущего студента расспрашивают о семье, пути к Богу, церковных послушаниях, предшествующем образовании и интересах. Как всегда, это событие происходит особенно волнительно. Ребята слушают наставления архипастыря и администрации семинария и в полной мере осознают ответственность принятого решения. Результаты вступительных испытаний стали известны 23 августа. Решением приёмной комиссии научное отделение семинарии было зачислено 11 абитуриентов, на заочные – 32. Эти ребята, ещё вчерашние школьники, сегодня начинают обучение в стенах духовной школы. Александр Гридасов родом из посёлка Рыздвяный. Несколько лет он послушался в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Занимался боксом и пел в казачьем ансамбле. Но ещё, обучаясь в девятом классе, принял твёрдое решение поступать в духовную семинарию. Для меня это цель жизни – достичь ту планку и постоянно черпать знания. Мне это очень нравится. И очень богатый здесь можно получить богатый опыт. И будем стараться. А Павел Ковалёв приехал из Краснодарского края. В храме с детства. А с начала года на приходе нёс послушание Пономаря. Я увидел то, что люди в основном не ходят в храм. Если ходят, то ничего не понимают. То, что духовная жизнь, она находится в упадке. И нужны люди именно в этой сфере, чтобы помогали людям приходить к Богу. Ведь Бог – это самая лучшая помощь и защита для всех людей. И утешение – именно то, чего ищут люди сейчас в нашем современном мире, которым порой не хватает времени, сил и поддержки, простой поддержки. По традиции в конце августа в храмах служится молебен на начало учебного года. Особый чин, в котором молящиеся просят Божьей помощи в постижении и разумении доброго и душеполезного учения. Молятся в этот день не только об учениках, но и об учителях, труд которых так важен для наших детей. Ко всем присутствующим митрополит Кирилл обратился с архипастерским наставлением. И мы собираемся вместе, представители администрации, ректора, вузов, школ, лицеев, родители, дети, учителя, чтобы попросить Господа дать разум нашим детям, премудрость нашим детям в усвоении, во-первых, воспитания душ детей, во-вторых, в усвоении тех полезных предметов, которые будут помогать им в течение всей жизни быть грамотными, достойными гражданами, достойными образованными людьми. А для многих это станет и еще необходимостью всю жизнь посвящать образованию, когда кто-то из них станет и учителями, педагогами, исследователями. И, конечно, этот день для учителей, директоров, день, в который каждый просит Господа, должен просить Господа помочь, вложить правильные знания в умы и сердца порой наших детей. Первый большой праздник наступившего церковного года – Рождество Пресвятой Богородицы, а последнее ее успение – переход из временной жизни в вечную. В этих временных границах протекает год жизни православного христианина. И это время должно быть наполнено глубоким духовным содержанием и подчинено единой цели – прожить предстоящие 12 месяцев как время, благоприятное для спасения. Людмила Машко, Данил Сердюков, Роман Гапонов, Виталий Гринев. Специально для программы «Ставропольский благовест». На сегодня все. Благословение Господне да пребывает со всеми вами. Машко, Данил Сердюков, Роман Гапонов, Виталий Гринев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова